Всем привет! Сегодня 29 мая, Московская область. Хочу вам показать свои цветники. Некоторые растения цветут, некоторые, конечно, уже цвели, но и есть потери после майских заморозков. Это миксбордер ривьера. Он расположен вдоль забора и вдоль фасада дома. В обрамлении цветника камень на сухой кладке. Вот с него я и начну. Смотрите, каким зеленым плотным ковром стелится чабрец ползучий. Очень красивое растение. Скоро уже будет цвести. Я его недавно рассаживала, срезала лопатой вот эту часть и рассадила. Я там дальше покажу. Из зимы выходит также зеленым ковром. Хосты тоже неплохо вышли. На некоторых листиках есть коричневые пятна. Это как раз сказываются майские заморозки. Но, в принципе, выглядят они неплохо. Хостов у меня довольно-таки много. Лаванда высажена по краю цветника. Тоже вышла. Какие-то кусты хорошо, какие-то не очень. Была, конечно же, весенняя обрезка. Но, в принципе, выглядит неплохо. Кстати, уже набивают бутоны. Это сосна на штамбе. Лиственница пендула европейская. Здесь у меня также растут две крупнолистные гортензии. Не знаю, в этом году зацветут или нет. Это сорта ремонтантные. Солунги. Посмотрим. Метельчатые гортензии. Не все гортензии у меня выглядят так хорошо. Это куртинками растет стелющийся отщиток. Драгонс Блэд. В этом отщитке самое главное, когда он зацветет розовыми цветами, нужно соцветия после цветения сразу срезать. Если не успеть, то декоративность вот этих вот подушек теряется. И он не очень смотрится хорошо. Это лиственница японская Стив Вибер. Посмотрите, какая она красавица. Вот как раз вот эту часть я показывала вам. Я поднимала ветку. И вот таким образом она уже обросла хвои. Замечательное растение. Замечательная лиственница. Также метельчатые гортензии. Это кавказские. Забыла морозник. Там у меня зацвел тоже я на телеграм-канале показывала. Это вечно зеленый рододендрон Гаага. Великолепно он цвел. Кстати, заходите в телеграм-канале. У меня тоже довольно-таки интересно. Это лиственница корник. Штамбовая форма. Не плакучая. Требует обрезки. Формирование вот такого шарика. Если не будете обрезать, то, конечно, она будет лестнице стремиться всегда вверх. Будет расти вверх. Я ее обрезаю. Вот как раз тоже лаванда высажена по краю цветника. Вот некоторые кусты. Здесь у меня три куста выпало. Я вот досадила буквально три кустика. У меня была рассада. Сейчас, конечно, время цветения луков. Посмотрите, какие они красавцы. Это лук сорт аллигатор. Очень крупные шапки образуют. Здесь не крупные. Почему? Потому что я рассаживала в прошлом году. Это луковицы маленькие. Вот так они цветут. Замечательные, красивые луки. Конечно, луки лучше такие сажать за высокими какими-то растениями. Потому что декоративность портит вот эта листва. Она сразу у луков желтеет, сохнет. Шапки красивые, а листва не очень. Поэтому, конечно, вот видите, у меня здесь высажен... Сейчас поближе покажу. Барбарис. И вот за ними растет лук. Листвы не видно, а видно только вот эти фиолетовые большие шапки. Очень красиво смотрится. Но я уже осенью высаживала, где попало, потому что луковиц очень много было. Там на заднем плане видно мискантус поднимается, купена. Также метельчатые гортензии. Время цветения аквилегия. Это просто красавица. Мне этот цветок очень запал в душу. Смотрите, какой красивый цвет. Я выращивала эту аквилегию из семян в прошлом году. Попадаются также и махровые, и вот такие обычные. Я сажала по два, где-то даже по три кустика. Поэтому один куст и разные цветы. Хочу вам показать, все-таки подойти. Вот такой цвет. Не видно, тень падает. Вот они. Красивые аквилегии. Я посчитала, у меня получилось... Я покупала семена ассорти, и получилось 7 расцветок. Смотрите, один куст и три цвета. Вот такой, махровый и вот такой. Красивый. Также попался единственный куст, белая аквилегия. Какая же она красивая, чисто белая и желтые тычинки. Великолепное растение аквилегии. Долго очень держит цвет. И при этом у нее красивая листва резная. Здесь же у меня лилии растут. Вот это очень тяжело. В этом году выходит из зимы Перовский. Вот еще один. Одна расцветка аквилегии. Уже такая голубая. Крупный цветок. В прошлом году высевала. Конечно, она у меня аквилегия в прошлом году не зацвела. Ну, в этом году во всей своей красе. Смотрите, как красиво она смотрится. Великолепное растение. Здесь же у меня высажен этот цветок. Однолетняя друмонда. Это флокс. Из 30 семян зашло одно семя. И вот я ее высадила сюда. Посмотрим. Должен быть фиолетовый цвет. Это на штамбе гель колючая голубая. Тоже красавица. Мне здесь сказали в сообщениях, что я не снимаю общий план. Я всегда снимаю общий план. Просто этот цветник очень большой. Я не могу... Снимаю только издалека. Не могу поближе подойти, потому что камера не берет. Большой миксбордер очень. Ну, вот для вас снимаю общий план. Миксбордер этот я создавала в мае прошлого года. Вот эту всю часть. И остальная часть это в течение лета этого же года. Вот такие большие куртины уже разрастаются. Тибрец ползучий. Это я рассаживала в прошлом году. А вот эти вот куртины, которые вот на заднем плане, я их рассадила вот недавно. Также сформировала спирею серую. Помните, какой был громадный куст. Не оформленный, неопрятный. А сейчас я вывела эту спирею к деревцам. Оставила веточку 8, наверное, связала. Слегка перекрутила между собой. И зафиксировала. Всю поросль убрала. И вот оставила такое деревце. Как раз красиво смотрится возле сирени, свитхард, возле можжевельника. И здесь в ногах будет чебурец ползучий. Все красиво. И теперь куст прибран, если можно так сказать. А значит, можжевельники скальные, это блю и роу я подстригла. Я тоже вам показывала в видео. Здесь тоже метельчатая гортензия. Не очень она выглядит хорошо. Мне не нравится. Это фантом. Некоторые почки не проснулись. А листики, которые здесь распускались, они все отпали от заморозков. То есть куст не очень хорош. Я его выводила на ножку. Ну, вот так вот он выглядит. В прошлом году был шикарный, конечно. Там еще одна гортензия. Это древовидная анабель стронг. Тоже мне не нравится, как она выходит из зимы. Честно сказать, что из зимы-то растения в принципе вышли все отлично. Но вот именно эти майские праздники, заморозки, они повлияли на дальнейший рост растения. Потому что некоторые уже были с листиками, с маленькими, с молодыми. И, конечно, затронул мороз. Здесь у меня высажено несколько гортензий крупнолистных. Красавец дельфиниум я высаживала в прошлом году. И вот он уже через пару дней будет в полном распуске. Вот такой большой куст нарос. Небольшое растение высаживала. Здесь понасеялась эта гвоздика. В прошлом году высевала семенами. И вот такие, видите, куртины рассаживала в прошлом году. Чебрец будет закрывать мне полностью землю, чтобы не рос сорняк. Тоже перовский на заднем плане. Это кизильник блестящий. Отцвела уже сирень бюфон. Свитхард. У меня два куста сирени. Они как деревца. Потихоньку вот уже почки распускает. Это шелковица на штампе. Вот. Лапчатка зацветает. Посмотрите. Тоже красивая. У меня две лапчатки. Они обе желтые, но разных сортов. Это веники красивые. Розы. Здесь три розы у меня высажены. Вот эта роза великолепна. Будет фотография, я поставлю сорт этой розы. Было бы еще у меня два куста, я бы их прям все три одинаковых сюда посадила. Это очень зимостойкая, красивая роза. Мне нравится она такая светлая, с серединкой абрикосовой. А это желтая и красная. Вот они зимовали очень плохо. Перезимовали, хотя были накрыты спонбондом. Зимостойкость у них намного хуже. И сравните, какие два маленьких кустика и эта. Какая уже огромная. Там бутоны я вчера посмотрела. Ну и луки. Луки цветут, конечно, красиво. Уже цветут. Листва пожелтеют прям сильно. Я буду срезать уже. Вся на бутонах. Это тоже. Смотрите, какие. Все забываю. Хочу астрой назвать. Но это не астра. Это гвоздика перистая. Такая большая картина уже. Самая большая потеря из потерь в этом году у меня не вышла из зимы. Ива Хакуранишики на штамбе. Все, она засохла. Я думала, все-таки она оживет. Но нет. Я ее обрезала, посмотрела. Все, там уже ничего живого не осталось. Она у меня зимовала две зимы. А вот эту третью зиму она почему-то не вышла. Что случилось, я не знаю. Поросль у нее дички шла от корня. А вот именно верхушка вся не вышла из зимы. Я не хотела сюда больше ничего сажать, кроме Ива Хакуранишики. Я купила. Купила новое маленькое деревце и посадила. Здесь штамп, конечно, побольше. Повыше-то я имею в виду. Вот такое молоденькое растение. И в ногах у нее хосты. Очень плохо в этом году выходит из зимы это будлея. Будлея Давида. Смотрите, она вся идет от корня. То есть вот эти ветки, они все посохли. Хотя почки были. И вот эти майские праздники, конечно. Ой, да что я праздники все. Майские заморозки, они повлияли, что почки все эти замерзли. Но она выходит от корня, что меня очень сильно радует. Потому что будет для Давида очень красивое растение. У меня два вида. Я там дальше вам покажу. Елочка. Вот вторая у меня лопчатка желтая тоже. На вот этих опорах у меня их три штуки. И вот на двух опорах у меня располагаются княжики. Показываю вам общий вид. Дальше идем с вами. Здесь по краю высажены у меня хосты. Это можжевельник стелющийся. Green carpet. Хосты. Также очитки стелющиеся вдоль камня высажены. Бадан отцвел. Красиво очень цвел. Спирея. Сорт не помню, розовым цветет. Тоже можжевельник голубой. Это мискантус выходит тоже зимы. Это северлок пихта корейская. В этом году опять она мне дает шишки. Смотрите, какие. Но в этом году поменьше шишек. Вот такое красивое чудо. Лаванда. Я ее осенью обрезала. Видите, вот как она вышла из зимы. Пол куста выпрела, а половина нормальная. Но она вся отходит снизу. Я ее прям коротко подстригла. Это старые кусты. Ему уже по три года. Это крупные кусты лаванды. И низкая была обрезка. Вот, например, тоже метельчатая гортензия. Вот что я и говорила. Смотрите, пол куста. Просто они сухие ветки. Вот видно, что были листики. Вот они, они все сухие. Вот они. Видите? И вот майский заморозок затронул. И она вот так вот выглядит. Это гортензия метельчатая Skyfall. Очень красивая гортензия. Но, слава богу, она, видите, от корня выходит. Вот эта ветка уже все. Хоть все вырезай и оставляй только вот это. Потому что, кстати, сухих уже толка не будет. Можжевельники голубые. То есть маракт. На ножке. Тоже вам показывала. Я ее подстригаю. Барбарис на заднем плане. Вот еще вам хочу показать еще одна гортензия. Это самарская лидия. И вот так она выглядит. Была вот такая ножка. Вот она. Ни одна почка не проснулась здесь. Я не знаю. Не срезаю ее пока. Вот. Но она пошла от корня. То есть она должна быть вот такой уже. Смотрите, какой ствол у нее был. И все. И нету ничего. Но от корня она пошла. Побудет. Потом срежу эту ветку. Вот так. Так. И еще одна потеря у меня. Это... Считаю, что потери. Это глициния Blue Moon. Вот так она сейчас выглядит. Она у меня здесь зарастала очень густой, резной, красивой зеленью. По вот этой опоре. Видно, да? Какое уже большое растение было. Она не срезается. И вот в этом году... Конечно же, она у меня не цвела. Но в этом году, видите, отошли вот такие листики. Ну, это ерунда получается. Буду ее убирать. Постараюсь ее выкопать. Пересадить, не знаю, куда-то на затворке. На участке. Но я ее уберу и посажу сюда княжек. Вот вторая. Как раз Будлея Давида. Видите, что происходит? Вот от корня практически она идет. А вот это все. Все почки здесь. Все замерзло в мае. Вот так вот. Общий план. Так что есть и потери в растениях. Ну, в принципе, все неплохо. Вот. Так, ну и давайте я вам по часто задаваемым вопросам в комментариях. Первый вопрос это, чем я мульчирую. Я мульчирую перепревшей конской подстилкой. Вот буквально у нас на прошлой неделе были дожди. Я постаралась подсыпать сюда еще конской подстилки. Мне привезли грузовую машину. Я подсыпала сюда довольно-таки большой слой. У меня на вот этот миксбордер я натаскала 65 тачек вот этой конской подстилкой перепревшей. Потому что земля съедает подстилку. И я кое-что пересаживаю, рассаживаю. И земля галяется. Поэтому вот прошло два года. На третий год я застелила повторно конской подстилкой. Слой, повторюсь, большой. Именно перепревшая, не свежая. Вот так она выглядит. Значит, укровной материал здесь у меня застелен вот по Иву Хакуранишике. Вот до сюда, вот так, у меня укровной материал. И сверху постелена конская подстилка. А туда дальше подстилка на голой земле лежит. Вот там нет никаких укровных. Потому что там очень много растет мелких растений, почвопокровных растений. И укровной материал там совершенно был бы ни к чему. Дальше вопрос еще такой. У вас постоянно чистый цветник, нету травы. Действительно, травы у меня нет в цветниках, ни в одном из них. А цветников у меня раз, два, три и четыре. Еще один небольшой. Я, знаете, как делаю? Я не даю траве расти. Во-первых, есть мульча. Она сдерживает и очень значительно, и довольно-таки хорошо сдерживает рост сорной травы. И я не даю траве вырасти и дать семена. То есть я могу каждый день зайти в цветник буквально на 10 минут. Вот так отсюда пройтись до конца. Вырвать пару десятков этих травинок. И все. И так я могу каждый день делать. И у меня трава не растет. Я заросшие цветники не могу видеть просто. И плюс еще разрастаются растения. Конечно же, разрастаются цветников. В этом году уже исполнилось три года этому миксбордеру. У меня, если вы заметили, очень много почвопокровных растений. Это и чабрец, это и кизильник. Вот она, это вся зеленая поляна. Это кизильник горизонтальный. Тоже хорошо траву забивает. Это почвопокровные очитки. Трава не растет. Она растет, но в очень маленьком количестве и точечно. Я же говорю, я стараюсь траву сразу убирать, чтобы не было ничего заросшего. Цветник еще больше будет разрастаться. Растения становятся больше. И тогда вообще можно будет их, в принципе, и не полоть. Еще такой вопрос задают. Где вы берете эту конскую подстилку? Я ее беру на ипподроме. У нас недалеко есть подром. Я договариваюсь. У меня есть хорошие знакомые, которые мне привозят ее бесплатно. А так она, конечно же, стоит денег. И я плачу только за бензин, потому что, ну, как за доставку, чтобы тоже не совсем бесплатно было. И все, и мне ее привозят. Я прошу именно перепревшую конскую подстилку. Вот так вот все это выглядит. Еще такой момент, что у нас нет газона. Это вот все сорная трава, которую я кашу. Примерно раз в 7 дней или в 10 дней. И чтобы трава не лезла в цветник, край обкашивается очень низко триммером. Чтобы трава не лезла через камни и не прорастала в цветники. Так, еще вот такой вопрос задаете. Как я поливаю? Потому что миксбордер очень большой, действительно. И, конечно, у меня нет капельного здесь полива. Потому что провести капельный полив и вообще автоматический полив, это, конечно, очень дорого. Если уже делать, то делать качественно. Но это, конечно, затратно. Здесь этого не было заложено, конечно. Я поливаю со скважины, протягивая сюда шланг. С распылителя поливаю. Или устанавливаю. Распылитель такой вот он. Его кладешь на землю, и он вертится. Он как вертушка. И вот дождиком таким проливает. Вот два вида полива. Со шланга и вертушкой, если можно так сказать. Общий план цветника. Вот так все это выглядит у меня. Так, а теперь пойдемте в другой цветник. Этот цветник я создавала в прошлом году. Называется каменный цветок. Вот как раз, видите, шланг. Я протягиваю. Там на конце распылитель. Вот так поливаю. Полив точно такой же и этого цветника. Значит, этот цветник тоже довольно-таки большой. Неровной формы. Форма как бабочки. В обрамлении камень. Просто положено сухой кладки. Имеет этот цветник три вершины. И здесь я высаживаю. В основном высадила только низкорослые альпийские растения. На одной из вершин у меня здесь кактусы. Зимостойкие. Смотрите, какие они красавцы. Дают уже молодые. Вот они сегменты. Можно их будет. Они подрастут. Просто отламываешь и прикапываешь. Они не укрывные. Отлично зимуют в Московской области. Засыпала мелким камнем. Это чтобы при дожде с землей кактусы не соприкасались. И чтобы не было подгнивания. Вот так в этом корыте они у меня растут. Замечательно. Здесь три сорта. Это один сорт. Второй сорт. И вот он. Один я еще высадила. Вот эти маленькие я выращивала из семян. Это опунция. Также у меня много почвопокровных седумов. Каменные розы. Здесь у меня уже в качестве мульчи я использовала конскую подстилку. Также на голую землю. И кора-листинца. Я ее здесь покупала в совместной закупке. Чтобы дешевле было. Цветение сейчас камнеломок. Посмотрите, какая она красавица. У меня несколько видов камнеломок. Это Андерса. Камнеломка выращивала из семян. Пойду в этом направлении. Отчетков очень много. И голубых. Тоже скоро цвести будет желтым цветом. И вот таких зелено-желтых. Но они вообще зелено-желтые. И чем ярче солнце, тем они более желтые становятся. Сальвия низкорослая. Вот это все колокольчики выращивала в прошлом году из семян. Брунек. Заказывала в Абхосе в прошлом году. И вот, смотрите, здесь была дырка. Но она потихоньку зарастает. Приросты вот это все молодые. Очень мягкие такие. Голубоватые. Или колючий брунек. На штамбе. Это вот еще один вид камнеломки. Ее называют или тенистая, или городская. Вот так она выглядит тоже уже на цвету. Туи с шариком. Также почвопокровные седумы. Такой мелкий, красивый ковер. Тоже зарастает у меня все почвопокровными, чтобы меньше росла трава, конечно же. Так, здесь я выращивала в этом году. Вот всегда забываю, вот этот цветок вырастила. Не могу вспомнить, но я название подпишу. Нет, не гацания, как-то по-другому она. Гайлардия. Вот, это гайлардия выращивала. Туя желтая шарика. Цветет уже, наверное, больше месяца армиерия. Смотрите, как она красавица. Ковры такие образуют. Великолепное растение. Здесь несколько, видите, цветов у меня. И голубоватый, и розоватый. Это я выращивала в прошлом году из семян. Уже такие куртины. Показывала ранее этот цветник. И здесь были проплешины у меня, если помните, некрасивые. Из-за снега выпрела вот эта середина. Смотрите, как все заросло красиво. И декоративность не потеряна вообще. Колокольчики. Вот такие большие куртины. Это белый и фиолетовый из семян. Это из семян я выращивала в прошлом году. Мшанка шаловидная. Вот такие у нее куртинки. Смотрите, как она насеялась. Это все самосев. И она цветет уже. Смотрите, какая красота. Мелкие-мелкие белые цветочки. Зелено-желтой серединкой. Это вот вторая вершина этого цветника. Здесь будет такой зеленый ковер. Овсяница. Тоже из семян в прошлом году. Прострел. Это новая посадка. Вот она. Смотрите, зацвел у меня. Красавчик. Показывала, как я высаживала. Покупка этого года. Тоже отчиток. Или седум. Кто как называет. Такой мелкий-мелкий. Красивый. Очень красивый. Здесь, видите, он такой ярко-ярко-зеленый. А там вот этот вот голубой. Но листики у них такие мясистые. Одинаковые. В прошлом году выращивала из семян астра. Альпийская. Смотрите, она зацвела. В прошлый год она у меня ее высадила. Она не цвела. Дала только пару цветочков сигнальных. И все. А в этом году вот так массово зацвела. Вот такая сиреневая лепестка. И желтая серединка. Красивые. Есть еще у меня розовые лепестки. И желтая серединка. Два цвета. А у меня астра. Видите, она везде рассажена. Цветок. Тоже посадку я вам показывала. Это вот так приживается. Такашича лапка. И уже дает цветочек. Поливаю ее. Тоже затронул. Видите. Мороз майский. Но она отходит. Все хорошо. Вот лилии. Тоже астра альпийская. Это камнеломка уже белого цвета из семян. Камнеломки, конечно, очень красивое растение. И когда цветет, и когда не цветет. Вот эти зеленые куртины великолепные. Вот астра альпийская. Красивая. Она такая прям маленькая и остается. Лилии. Это лилия динамикс лагибрид. Роза. Маленькая, красного цвета. Здесь у меня лаванда. Вот это вот выходит. Это леатрисы. Это третья вершина цветника. Здесь установлена тоже каменная корыта без дна. Здесь высажены каменные розы. У меня несколько видов. Зеленые. Вот такие красные. Вот такой еще вид. Это тоже чебрец альпийский. Я не знаю точно его название. Но я его называю чебрец альпийский. Потому что он очень-очень маленький. Листик просто там в полсантиметрика. Может даже меньше. И цветет еще мельче с цветами. Очень красиво получается растение. Вот эта вершина у меня в каменных розах. А здесь же и хосты у меня. Вот как раз этот чебрец альпийский. Посмотрите, как он выглядит. Плотная. Просто плотная. Очень куртина. Зеленая. И выходит тоже из зимы зеленым ковром. Это ель колючая литл джим. Тоже вот это все молоденький прирост. Ярко-зеленого цвета. Красивое. Это такое круглое растение. Формирует шарик сама себя. Это тоже отчиток. У меня где-то было даже название его. Сейчас сельского по-моему отчиток. А нет, это здесь нет. Это просто камень. Отчиток сельского, он цветет желтыми цветами. Тоже так образует такую круглую картину. Формирует сам подушку. Вот такой у меня есть еще отчиток. Я подпишу, как он называется. Давно я его хотела. Приживается до посадки этого года. Это отчиток уже такой повыше. Покупала как сорт Матрона. Это еще один вид камнеломки. Вот это название я точно не знаю. Цветет тоже красиво. Там у меня еще камнеломки. Так, здесь туя смаракт формирую на шарик. Теперь это аквилегия черная. Я покупала семена в прошлом году. Высаживала, она не цвела. Вот на второй год зацвела. Посмотрите, какая же она красавица. Аквилегия. Это кустики очень маленькие. Здесь высота куста, наверное, сантиметров 15 максимум. Больше она не будет. И много-много вот таких соцветий бикалорных. Красивая. Ну, и, конечно, здесь не один куст. Вот аквилегия. Где-то еще куст был аквилегия. Чабрец тоже возле камня расположен. Это примула Юлия. Одна. И там еще посадка свежая. Еще там будет у меня тоже примула. Значит, и второй у меня еще прострел. Белого цвета тоже посадка. Недавно получила заказ. Вот высадила. И вот такая еще есть у меня камнеломка. Это плетено-листная. Плетено-листная. Вот такая. А я все думала, это комнатное растение или нет. Потому что во многих источниках пишут, что эта камнеломка, она как больше домашняя. Дома выращивать. Но я позвонила коллекционеру, у кого покупала вот эти растения. Он сказал, что у них в Санкт-Петербурге она растет в открытом грунте. Вот я ее в открытый грунт тоже и посадила. Посмотрите, сколько у меня колокольчиков. Астра, леатрисы. Все растения здесь низкорослые. Я так и хотела, чтобы эта кумба была не высоких растений. Здесь из высоких только, может быть, это только лилии. Но они не сильно высокие, средние. И в принципе все. И чуть повыше, чуть пониже лилии это леатрисы. И вот общий вид цветника. Пихта сапальпийская. Покупала на распродаже. Очень замученное растение. Ну и превращается, конечно, эта пихта в красавец. Посмотрите. Приросты дала голубые. Очень нежные. Ну сама по себе иголочка у пихты не колючая. И приросты вообще нежнятинные. Здесь была у меня одна розовая шишка. Она и есть. Просто уже побледнела. Вот такая пихта. У нее был бок один. Вот здесь, видите, проплешено в боку. Но она потихоньку зарастает за счет прироста. Видите, вот здесь приросты. И она потихоньку вот этот бок зарастет и будет красивая. Вот так великолепная. На распродаже купить такое растение уже взрослое. Ему около 8 лет, как мне сказали, в садовом центре. Я, конечно, ее обрабатывала, подкармливала. И вот еще одно растение. Это ель сербская. Тоже куплено на распродаже. Вот так она выглядит. Дала приросты. Представляете, вот смотрите, какие они хорошие, зеленые. Все кончики практически с приростами. Так, почему у этой пихты была с 50% скидкой? Потому что у нее нет макушки. Макушка была вот здесь. Ее просто срезали. Видимо, она усохла, засохла. А я вот эту ветку, ею подняла просто. Сделала как основной ствол ведущий. И все. И он потом выпрямится. И все будет хорошо. Ну и здесь такая небольшая проплешина. Оно тоже все подзарастет. Видите, чудное растение. Мне это очень нравится. Тем более, тоже оно взрослое. Купить такое растение. Красивое. Это очень дорого. Ну, с 50% скидкой. Выходить его. И будет красивое. Такие у нее лапы. А низ, если лапу поднять, то у нее голубая хвоя. Так вот. Смотрите. Красиво, как такое растение можно было не купить. Еще один небольшой цветник вам покажу. Я его редко вам показываю. Потому что здесь особо ничего не растет. Он находится вдоль забора. Занимает площадь в два пролета. Вот. И здесь что у меня? Тоже выложен камнем. Замульчирован конской подстилкой. Растут здесь луки. Вот как раз здесь. Вот отсюда я в прошлом году осенью пересаживала луки. Рассаживала. Смотрите. Это сорт аллигатор. И вот такие крупные луковицы. Вот в этом году еще не такие крупные. Потому что рассаживала, еще раз говорю. А вот в следующем году они будут еще вот такие. Почти с голову ребенка. У меня, кстати, где-то фотография есть. Ребенок стоит. И вот эти шапки. Туя сморакт веду тоже на ножки. Вдоль высажены это все кусты лаванды. Высажены здесь также три розы. Вот они зимой не вышли плохо. Я их, кстати, не накрывала. Вот три розы. Также с другого края туя сморакт. И два вот таких можжевельника Голд. И два барбариса. Барбарисис здесь у меня, конечно, растут шикарно. Просто шикарно. Название не знаю. Вот этого красного. Очень красивый. А это барбарис Мария. Вы посмотрите, какая у нее расцветка. Салатово-желтая. Очень-очень яркий барбарис. Вот такой цветник небольшой. А вдоль здесь забора у меня располагается. Луки отцветут. Я их уберу. И будет замечательно. И остается еще один цветник вам показать. И еще один небольшой цветник. Венера. Он по форме круга. В обрамлении все тот же камень, как и у других цветников. Здесь как раз я стелила материал. И сверху засыпала камнем. Растений здесь немного. Но я особо и не старалась. Каменная корыта. Здесь я высадила каменные розы. Ачеток. И кактусы. Это пидио-кактусы. Наверное, и плохо сейчас видно. Вот, вы видите. Это тоже кактусы для открытого грунта. Зимующие у нас в Подмосковье. Вот, выращивала я их из семян. Очень маленькие. Две розы красавицы. Вот, вторая. Накрывала горшком в этом году. Несколько кустов лаванды. Значит, два мискантуса. Они у меня высажены в горшки. Такие длинные горшки. Я их закапывала без дна. То есть, там дна нет. Это инверса. Это плакучая форма ели. Здесь уже, видите, опора металлическая. Я ее доведу до примерно двух метров. Высоту и отпущу. Ветки у нее будут неиспадающие. Очень красивые. Дальше можжевельник. В прошлом году в оптхозе заказывала. Минджулип якобы. И здесь у меня была еще одна гортензия. Вот она как раз-таки после зимы и не проснулась. То есть, были у нее здесь веточки, листики. Все. Но майский мороз все это загубил. Вот. Это карликовая была гортензия, что очень жалко. Здесь пару кустиков овсяницы. Вот такой небольшой цветник. Здесь по краю установлена арка. Это вход в ту зону, где гараж там. Может быть, будет со временем. И по арке я пустила лиственницу. Это лиственница пендула. Это на очень низкой прививке. Там буквально сантиметров 10. И я вот так ее буду вести. Она будет такой формой плакучей. И на арку вот так поднимать. Она будет как ширмой. Красиво очень смотрится. Я уже видела готовая. А это точно такая же арка. Это выход из дома с лестницы и проход уже к теплице. Вот так мы установили. Здесь также лиственница плакучей формы. Это стививипер на очень низкой прививке. И вот я ее веду вот таким образом. Тоже будут вот такие веточки. Они будут спадать с арки. Будет очень красиво. Такой общий план. Ну и покажу вам несколько растений, которые тоже в Абхозе. Я в прошлом году заказывала это. Можжевельник Хортсмана. Смотрите, как он уже дает приросты красивые. Буду ввести тоже, видите, опора металлическая. Подниму его на метра два. И он будет уже... У него низ спадающий, видите, веточки. Тоже красиво будет смотреться здесь. Очень плохо себя чувствует у меня. Тосигиат. Это сосновей. Веймутово в хвое. Падает. Не знаю, что и делать. Прирост у нее есть. Вот он. Но осыпается очень сильно хвоя. Буду читать. Посмотрю, чем обработать. И еще одна сосна. Веймутово у меня здесь посажено. Тоже в прошлом году. Сейчас это фасигиата. А это радиата. Вот она. Ну, тоже как-то она чуть желтеет. Непонятно, вот они приросты. Ну, в общем, в принципе, вот это неплохо выглядит. Вот такой небольшой обзор цветников своих я вам показала сегодня. Подписывайтесь на канал. Заходите в телеграм-канал. Тоже подписывайтесь. Там довольно-таки интересно. А у меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok